В столице продолжается Астана Медиа Уик. Сегодня на форуме обсуждают сферу видеокоммуникации. Со спикерами уже поговорил мой коллега Марк Брюшко. Он с нами на прямой связи. Марк, день добрый. Вот расскажи, что советуют спикеры, как все-таки привлечь внимание к своему контенту? Динара, добрый день. Ну, разумеется, в первую очередь, разумеется, я узнал именно об этом, потому что сейчас интернет и видеохостники всевозможные, да и социальные сети. Это не просто социальные сети, там площадки, на которых можно найти друзей, дополнительные темы для общения. Это на самом деле большой такой бизнес-проект, даже можно сказать, участвуя в котором люди зарабатывают большие деньги. И сейчас большинство каналов, конечно же, на Ютубе. Сегодня Ютуб день на Астана Медиа Уик 2019. В программе сказано, что много будет выступающих именно по этой теме, по теме, связанной с Ютубом и с блогерами. Так вот, сегодня рассказали, что в Ютубе большинство, конечно, людей ориентированы именно на заработок. Это рекламирование тех или иных, допустим, товаров, которые вы хотите продать, или там можно размещать обзоры на те товары, которые вы хотите купить, вы можете их посмотреть. И также спикеры сравнили то, как развита именно эта сфера, сфера торговли, допустим, в видеохостингах, в той же самой Америке или Европе. И у нас здесь, в странах СНГ, у нас есть небольшое интервью, которое мы записали совершенно недавно. Это спикер из России Юлия Магазь. Давайте ее послушаем, как она вообще сравнивает то, как у нас развит Ютуб, допустим, здесь, и как развит Ютуб за рубежом. Как российский рынок, так и рынок СНГ, он пока что очень сильно отстает от зарубежного рынка, от американского, европейского Ютуб. Это, в первую очередь, обусловлено языком, потому что мы ограничены относительно всего мира. Но, тем не менее, сейчас наблюдается все равно рост во всех, в принципе, странах. Сейчас достаточно хорошо ведет себя Украина, Беларусь. Касательно Казахстана, в принципе, он находится примерно на таком же уровне, как и Россия. Здесь очень развит Инстаграм с точки зрения продвижения, очень востребован среди рекламодателей, и в том числе среди контент-мейкеров. Динара, так вот, возвращаясь именно к твоему вопросу. В первую очередь, все блогеры, которые выступали здесь, они обращают внимание на то, что ты должен задаться вопросом, что ты хочешь предложить своей аудитории. И второй вопрос – это какая у тебя аудитория? В принципе, люди должны получить от тебя именно тот продукт, в котором они нуждаются. Если вы сможете, действительно, рассказать о том, что вы можете предложить нового, того, что еще никто не предлагал, и что сможет заинтересовать людей, если вы угадаете, то это вполне зайдет, можно так сказать. Действительно, всем зрителям они не только посмотрят, поставят лайк и подпишутся на ваш канал, допустим, на YouTube, но и порекомендуют вас своим друзьям и знакомым. Во-вторых, вы должны быть искренними, потому что зритель, опять-таки, по словам наших спикеров, которых мы сегодня слушали, с которыми мы сегодня общались, зрителя не обманешь. Зритель чувствует, если ты, допустим, фальшивишь, чувствует фальшь, если ты обманываешь и пытаешься протолкнуть, навязать им тот или иной товар или ту иную идею, естественно, никакой популярности это видео не получит в интернете, и, возможно, получит даже большое количество дизлайков, что, конечно, имиджи вашего канала и на вас именно скажется очень плохо. Ну и, в-третьих, разумеется, нужно, если вы завели уже свой канал, максимально часто выкладывать туда новое видео, рассказывать о каких-то актуальных вещах, ни в коем случае не забрасывайте его, таким образом вы только потеряете подписчиков и интерес, в принципе, к той теме, о которой вы собираетесь рассказать, допустим, своим зрителям потенциальным в интернете. Или ту проблему, которую вы хотите затронуть, вы больше не сможете к ней вернуться. В принципе, к этой минуте пока у меня все. Сейчас прямо за моей спиной идет секция на открытой сцене взрослая журналистика в казахстанском YouTube. Очень интересно. В генконцертном зале прямо сейчас проходит секция под названием «Тренды YouTube». Сейчас и потом более подробно о них мы расскажем уже в следующем информационном часе, когда сами выслушаем те или иные подробности. А к этой минуте пока у меня все. Динара, слово передаю тебе. Марк, а у тебя у самого есть свой YouTube-канал? Нет, YouTube-канала у меня своего нет, но, конечно, есть мысли делать обзоры на музыкальные альбомы, которые выходят. Я очень сильно увлекаюсь музыкой и думаю, мой музыкальный вкус понравится многим зрителям. Там посмотрим, может быть, заведу. Я обязательно на тебя подпишусь. На прямой связи со студией был наш корреспондент Марк Брюшко.